Реальность и перспективы Обращая внимание на обилие молекулярно-генетических возможностей при увеальной меланоме, мы видим, что на сегодняшний день у нас уже имеются ингибиторы, ингибиторы определенных антаргетных молекул, и это не только не работающие наши, но все равно активно применяющиеся мегингибиторы в практике. Они нас спасают в каких-то последующих линиях у такой подгруппы пациентов, но все же сегодня мы говорим о новых молекулах, и обратите внимание, если раньше мы смотрели на этот слайд и констатировали это как одна из таких просто особенностей опухоли, отличие ее от меланомы кожи, то уже мы все-таки говорим о действительно перспективах и возможных новых таргетных молекул. Действительно, увеальная меланома наиболее частый вариант опухоли у взрослых, это первичная опухоль, которая локализуется в сосудистой оболочке глаза, и первичным лечением занимаются специалисты-офтальмологи. Что на сегодняшний день важно? Обратите внимание, есть мутации, которые представлены на данном слайде, мутации Евгений БАП-1, СФ-3 и ИФ-1АХ. Это прогностический класс мутаций, которые определяются на сегодняшний день на территории Российской Федерации в одном из центров. И, в принципе, когда мы ставим задачу определения этих мутаций, встает вопрос, для чего? Мы сегодня поговорили о замечательном прогрессе в лечении в неоадювантной и адювантной терапии кожной формы меланомы. А можем ли мы на сегодняшний день применять или что-то экстраполировать на увиальную меланому? В рекомендациях клинических подобной информации по увиальной меланоме нет. Но если мы с вами посмотрим на исследование, которое было представлено на АСКО в этом году с препаратом Дарова-Сертип, ингибитором протеинки на АЗЦ, о нем мы уже достаточно активно слышали в прошлом году. Данный препарат комбинирует с ЦМЕТ ингибитором, а ЦМЕТ активно экспрессируется на клетках увиальной меланомы, что, в принципе, предопределяет некую тропность метастазирования увиальной меланомы в печень. Такое ингибирование привело к невероятному количеству объективных ответов, контролю над заболеванием. И обратите внимание, сам Дарова-Сертип контролирует заболевание порядка у 11% пациентов, и мы видим 67% стабилизации. В чем чудесность этого препарата? Обратите внимание, что он ингибирует протеинки на АЗЦ и опосредованно уже известный при меланоме путь РАСРАФ-МЕК-ЭРК-ПУТЬ. Но данный препарат попробовали применить в неоадювантном режиме. Порядка 15 пациентов было включено в данный анализ. Неоадювантная терапия проводилась в течение 6 месяцев, а далее выбор лечения определяли специалисты-офтальмологи. На чем хочу сделать акцент. Сюда входили пациенты, запущенные первичной опухолью. И самое главное, это те пациенты, которым была предопределена инуклеация. В дальнейшем такой подгруппе пациентов предлагали в течение 6 месяцев в адювантном режиме использования дарова сертиба. Всего неоадювантный курс данной таргетной терапии завершили 13 пациентов. 11 пациентов вступили в фазу адювантной терапии. И 5 пациентов завершили эту фазу адювантной терапии. Обратите внимание, продолжительность неоадювантного применения составила 6 месяцев, наблюдение 8,6 месяцев, продолжительность адювантной терапии 4,6 месяцев. Но что здесь самое важное? 75% пациентов ушли от органа несохранного метода лечения, от инуклеации. У такой подгруппы пациентов удалось использовать органа сохранные методы первичного вмешательства. И в целом это исследование, возможно, меняет некий алгоритм обращения пациентов. Тем пациентам, которые обращаются к тальмологу уже запущенным первичным процессом, могут вполне быть кандидатами похода к онкологу и неоадювантной терапии вот по такому режиму. Здесь представлен клинический случай. Обратите внимание, опухоль больших размеров недалеко прилежит от зрительного нерва, нарушена зрительная функция. Прием таргетной терапии дарова сертиба уменьшила опухолевый объем. И самое главное, специалисты смогли здесь применить органа сохранные методы лечения и сохранить функцию зрения у данного пациента. В целом лечение было переносимо. У одного пациента была зарегистрирована сыпь, у двух пациентов состояние синкопии 13%. Но в целом, еще раз повторюсь, данная опция, мне кажется, демонстрирует некие перспективы для такой подгруппы пациентов. И именно для нас, для онкологов, это оказывается важным исследованием. Что хочется сказать? Обратите внимание, это исследование, которое представлено по адювантной терапии у подгруппы высокого риска сувиальной меланомой. И здесь всем пациентам был определен риск прогрессирования по хромосомному анализу, хромосомным аберрациям, по молекулярно-генетическому типу. Все эти пациенты заведомо входили в некий неблагоприятный класс пациентов, 50% которых прогнозируемо должны были спрогрессировать в первые три года. И первичной, конечной точкой была оценка трехлетнего времени без отдаленных метастатических проявлений. Ипилимумаб здесь вводился в дозе 1 мг на килограмм раз в 6 недель, комбинированно с неволумабом. В течение одного года проводилась данная терапия. 61 пациент был включен в данный анализ, проанализировано, и в итоговый анализ вошли 50 пациентов. Обратите внимание, слева представлен портрет пациента, в целом это обязательно те пациенты, которым был предопределен риск прогрессирования. И что мы видим? Мы видим значение в комбинированной иммунотерапии, в подгруппе пациентов, которые получили данный вид терапии. 74% это показатель времени без отдаленных метастазов, трехлетний показатель, который значимо выше по сравнению с той подгруппой пациентов, которые просто наблюдались. Мне кажется, это исследование, которое мы можем... Да, это исследование второй фазы, но мы, возможно, уже для подгруппы пациентов, которые мы определяем на сегодняшний день риск прогрессирования, можем предлагать эту опцию. Что важно отметить? Конечно, комбинированная иммунотерапия демонстрирует свою токсичность, и у 50% пациентов была токсичность третьей-четвертой степени. Один пациент умер от миокардита, осложнение пятой степени. Итак, что мы на сегодняшний день знаем для метастатической увяльной меланомы? Но будем ли всех лечить? Мы знаем потрясающее исследование, мы знаем максимальную пользу табентофаспа, и обновленные трехлетние данные, которые были представлены на ЭСМО в 2023 году, и препараты табентофаспа по-прежнему демонстрируют показатель трехлетней выживаемости выше по сравнению со стандартной контрольной группой пациентов, которые получали моноиммунотерапию и химиотерапию. Но самое главное на сегодняшний день пока этого препарата на территории Российской Федерации нет. И говоря про реальную клиническую практику и именно реальность, которая у нас есть, мне очень нравится это исследование. Обратите внимание, это исследование демонстрирует эру лечения больных с увяльной меланомой, те пациенты, которые получают иммунотерапию по сравнению с химиотерапией и достигли максимальной пользы в медиане общей выживаемости, медиане выживаемости без прогрессирования. И мы на самом деле проанализировали собственные данные и убедились в этом исследовании. Обратите внимание, подгруппа химиотерапии, это те года, когда мы имели только запущенных пациентов и еще лишь вскользь говорили о пациентах с метастатической увяльной меланомой. Это практически 15 лет, 124 пациента. Из 144 пациента уже получили первую линию иммунотерапии, комбинированный вариант, моноиммунотерапию. Но мы видим у такой подгруппы пациентов значимую пользу в общей выживаемости. Говоря о субанализе, который был проведен нашими иностранными коллегами, это исследование ГЕМ-1402, туда вошел пласт пациентов, которые получили комбинированную иммунотерапию и подгруппа пациентов из исследования АМС-ДЖП-100-202. Обратите внимание, что это бентафуз демонстрирует пользу в общей выживаемости по сравнению с комбинированной иммунотерапией. Но когда сравнивают подгруппу пациентов, которые получали пембролизумаб с комбинированной иммунотерапией, то уже такой-то пользы и не проглядывается. И еще одно интересное, на мой взгляд, исследование, которое я бы хотела представить, и вывод исследователей представляет, что виальная меланома отнюдь не холодная опухоль. И определяя микроокружение, и там достаточно тилов, о которых сегодня говорят, и были получены сведения по, на самом деле, второй фазе исследования применения люфюлецела у подгрупп из пациентов с метастатической виальной меланомы. И достигнуто было порядка 40% частоты объективных ответов. И вот то исследование, которое на самом деле несет в себе пока фундаментальную роль, но все-таки обратите внимание, что появилась некая прогностическая модель для анализа субпопуляции пациентов с метастатической виальной меланомы. И, возможно, мы сможем на основании вот такого вот полногеномного генетического анализа предопределять подгруппу заведомо чувствительных к иммунотерапии. Это на самом деле крупное исследование, самое крупное исследование 100 образцов метастатических виальных меланомы, которые и на основании этого исследования был сформирован некий иммуногенный индекс, и по нему исследователи сделали вывод о чувствительных пациентах к иммунотерапии, не чувствительных к иммунотерапии. И, возможно, это исследование продолжит свое существование, и как раз-таки у нас появится вопрос, а кто те больные, которые получат пользу от иммунотерапии. Комбинированные режимы при метастатической виальной меланоме. Самое главное, что на сегодняшний день у нас есть центр, который позволяет выполнять изолированную гипертермическую перфузию печени, и на АСКО в этом году говорили о предварительных результатах исследования Скандиума, Чопина. Это исследования, которые помимо локального лечения применяют еще и иммунотерапию, комбинированный ее вариант, и были достигнуты значимое число объективных ответов. В нашем центре тоже проходят подобные исследования. Мы разделили пациентов на пациентов, у которых есть солитарное поражение печени, предлагаемый вариант стереотоксической лучевой терапии, и вариант перфузии с иммунотерапией. Обратите внимание на частоту объективных ответов, когда мы с вами могли говорить о таких значениях у такой подгруппы пациентов. Но на сегодняшний день это наша уже реальная клиническая практика. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемая Валерия Витальевна. Коллеги, есть ли вопросы? Могу задать вопросы? Хотела бы уточнить вашу тактику как клинициста. Для терминтофоспа известно, что пациенты, прогрессирующие на препарате, имеют пользу от его продолжения. На выживаемость влияет. А в отношении иммунотерапии, которую в нашей клинической практике все-таки мы можем использовать, используете ли такую тактику при регистрации прогрессирования продолжение иммунотерапии у больных у Виальной Меланомы Детемнирной? Игорь Леонидович, спасибо за вопрос. На самом деле мы не продолжаем иммунотерапию, когда видим прогрессирование. И то исследование в руках. Мы держали препарат Табентофасп. И там тоже были определенные условия. И, конечно, при регистрации прогрессирования, мы подтверждаем истинное прогрессирование, Табентофасп прекращался. Но влияние на общую выживаемость мы видим, и мы видим уже по новым данным. И иммунотерапия, мне кажется, комбинированный ее вариант, именно он оказывает влияние на общую выживаемость. А если я даже вот по комбинированной варианты или моноиммунотерапии, да вообще желательно начать вот такой подгруппы пациентов с иммунотерапией. Потому что мы видим уже значимое родилитие по показателям общей выживаемости. Я не делала акцент. Я знаю, что у нас есть определенные сложности с комбинированным вариантом иммунотерапии. Да не назначим мы его вот так потоково. Это сложная история. И на самом деле раньше, я могу вам сказать, по своей молодости я с удовольствием писала в консилиуме комбинированный вариант иммунотерапии. И не думала. Я думала, что это вообще не мои на самом деле уже проблемы. Я пациента лечу. Я знаю, что для него будет пользой. Но самое главное, что когда мы уже накапливаем определенный опыт с такой подгруппой пациентов, мы всегда уже пишем. Или комбинированная, или моноиммунотерапия. То есть мы делаем уже, мы больше понимаем об этой болезни. И самое главное, начать по возможности с иммунотерапии. И, конечно, если есть такая возможность проконтролировать локальными методами лечения, которые, в принципе, сегодня, еще раз повторюсь, на территории Российской Федерации у нас доступны. Большое спасибо, коллеги. Еще один вопрос. Валерия Витальевна, каково по вашему месту химиотерапия в увиальной меланоме сегодня? Есть ли оно вообще? Химиотерапия, к сожалению, я так скажу. Еще есть и при кожной, и при увиальной меланоме. И вот исследование, которое провела, на самом деле, аспирантка Кристина Вячеславовна, замечательно, которое показало, что химиотерапия в последующих линиях при кожной меланоме-то не оказывает ту значимую пользу, которую мы от нее ждем. При увиальной меланоме похожая ситуация. Но мне что хочется сказать. Самое главное пока, что мы видим у такой подгруппы пациентов, это раннее выявление метастатических проявлений. Потому что если перед вами пациент, у которого очаг в печени 10 сантиметров, он компенсирован, он чувствует, он еще не чувствует тех жалоб, которые может уже давать такой размер метастатического очага. И по анализам он приемлем. Назначим ли мы комбинированную иммунотерапию? Ну, сложный ведь вопрос. Но вот на самом деле недавно со всем наконсилиями мы мучились. Молодая женщина. И мы понимаем, что в принципе у такой подгруппы, а есть подгрупповой анализ, я просто его не представила, потому что мы говорим о новом, о перспективах. Подгрупповой анализ. Какие пациенты получают пользу от иммунотерапии? У кого очаг не более 3 сантиметров. И этот подгрупповой анализ демонстрирует нам реалии, которые должны быть прежде всего построены так, что мы как можно раньше должны выявить такого пациента. И вот здесь, когда у нас нет вариантов, мы будем писать терапию пембролизумаб с линвотинибом. А она сейчас изучается лишь только в последующих линиях при метастатической увиальной меланоме. Мы напишем вариант траметиниба, и мы напишем вариант химиотерапии. И все-таки я, коллеги, не рекомендую начинать с химиотерапии у пациентов с увиальной меланомой. Есть два исследования. Мы повторили исследование наших иностранных коллег на больших подгруппах. Как мне кажется, мы представили данные свыше 100 больных и демонстрируем, что не нужно начинать в первой линии с химиотерапии. Забываем, отходим от этой практики. Моноиммунотерапия у нас есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ